Президент России Владимир Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов с последующей индексацией пенсии и денежного довольствия выше уровня инфляции. В связи со второй и третьей волнами пандемии инфляция выросла несколько выше ожидаемого, поэтому президент предложил поддержать, пожалуй, самую уязвимую для роста цен категорию граждан – пенсионеров. Вот как прокомментировали это сами получатели выплат. Конечно, произошло повышение цен на товары первой необходимости, и поэтому вот эти деньги, я думаю, что они как раз будут предназначены именно для этих целей, для поддержания пенсионеров, восстановления здоровья своего, ну и, естественно, продукты, продукты питания, продукты первой необходимости. Поэтому очень своевременная и очень необходимая помощь. Ну, эта сумма очень достойная. Это практически, наверное, у многих 50% пенсии, а у некоторых и побольше будет. На отдых, да, на подготовку, да даже на подарки внукам к Новому году отложится, потому что всегда уже хочется что-то хорошее подарить внуков, порадовать. Это очень радостное, хорошее известие. Ну, все мы в этом мире зависим материально от всего, и, конечно, это очень… Да и вообще, очень приятно, что такое внимание. Пенсионеры еще чем благодарны непосредственно принятому этому решению Владимиру Владимировичу Путину, что это сделано осенью. Потому что у кого-то есть дачи, есть какой-то запас, но они будут консервировать и консервируют. А та категория пенсионеров, у которых нет сегодня дач, и они знают, что осенью начинаются ярмарки, и они, конечно, опять-таки, чтобы сделать заготовки, как они мне сказали, что мы потратим эти деньги на приобретение более дешевых продуктов сельскохозяйственных. Президент поставил сложную, но очень конкретную задачу. Новая избранная Дума должна законодательно обеспечить такую систему заботы о людях, при которой любой гражданин России в сложной ситуации получит гарантированную помощь от государства. Защиту на каждый случай.